Поехали дальше. Маргинал раскрывает секрет аниме. Аниме это японское оружие или просто анимация? Аниме и вообще вот это кавай-культура. Ща, я не могу, мне надо срочно. Аниме и короче это кавай-культура, блять. В целом, да. В целом, да. Про вот эти хеллоу-кити всякие. Да, хеллоу-кити, блять, в этом кавай-культура, сука. Хотя может оказаться, что это корейская какая-то тема. Да, блять, может корейская, может вообще европейская. Вообще поебать, блять. Кавай-культура и блять нахуй. Давай. Неважно. Похуй вообще. Короче, вот эта вся хуйня с котятами, блять, вот этой все однообразной японской. Да, блять, однообразная японская хуйня, которая может корейская, а может даже европейская, блять. Японская масс-культура, это котята, кошка-девочки, кошка-мальчики и так далее. Кавай-культура, короче. Это планомерная попытка просто представить миру новую Японию Просто дело в том, что после Второй мировой... Так, слепой крот, а нахуя тогда христиане говорят, что все люди греховны? Если Иисус избавил всех от первородного греха, а? 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 Нет, он искупил все грехи, которые были до него, насколько я понимаю В Первой войне мы получили новую Германию Фишка Иисуса не в том, что он избавил людей от первородного греха А это значит, что он избыл все грехи, которые были до него А дальше людям уже выбирать, быть с Христом или против Потому что эффективно Германия была уничтожена То есть, когда пал Третий рейх, Германия была эффективно уничтожена Она перестала быть геополитической сущностью Территории были поделены между союзниками В конечном итоге это все превратилось в западную и восточную Германию После чего, после падения Берлинской стены, мы уже не можем говорить Что нынешняя Германия это преемник Третьего рейха Или что это Третий рейх, в том или ином виде Проблема в том, что с Японией ничего подобного не произошло Япония это ровно та же Япония, которая была во Второй мировой войне У них даже династия королевская не пресеклась Можете себе представить? То есть, это буквально... Вы можете себе представить? Вы можете себе представить, а? Можете себе представить? Это буквально та же Япония Та же геополитическая сущность, которая... Геополитическая сущность, сука, блядь Ииии, аналитическая философия, блядь Точные суждения, ииии, блядь Доказательства, нахуй все это, блядь Геополитическая сущность, поехали дальше, заебись Была во Второй мировой войне, ничего не поменялось Нихуя не поменялось, вообще, блядь Ничего не изменилось И поэтому японцам надо как-то, ну, типа... Аниме, блядь, ну, конечно Ну, конечно Способ реабилитации за второе... Аниме, блядь, ну да Ну а хули нам, блядь, японцам Блядь, какая хуйня Сейчас, простите Сейчас, тише Не, шутка охуенная, если что Она затянута на 11 минут Но шутка пиздатая Надо было как-то попуститься, да? Немного Аниме, да? Чтобы их не воспринимали как агрессоров Аниме Ну и мы так уже запретили После Второй мировой Запретили иметь регулярную армию А, и они такие, ну, блядь Ну, раз уж так, давайте как-то Чундо пишет То есть, по мнению Кукича, аниме Это заговор, чтобы скрыть фашизм в Японии А-а-а-а-а, блядь Сука Сделаем вот образ, типа новый ребрендинг. И они сделали ребрендинг. То есть вот это вот всё аниме и вот эта вся хуета, это продукт чисто на экспорт, сами японцы это говно не жрут. Да вообще нихуя не жрут, вообще японцы не смотрят аниме. Вообще, блядь. Вообще не смотрят аниме. Просто продукт наёбаный экспорт. Никто, блядь, джампы не читает, никто не смотрит гентаму. Никто, блядь. И воспринимают людей, которые потребляют эту хуйню как из... Нет, сонада, японцы не смотрят аниме и не читают мангу. Несмотря на то, что большая часть аниме и манги всё ещё только на японском языке. Кстати, значительная часть японских игр тоже только на японском языке. Упс. Упс, блядь. Кто мог подумать? Пиздец. Просто пиздец. Блядь. Возвращенцев, педофилов, обезноедов. Значит, это продукт на экспорт, который нужен просто для того, чтобы вот выставить... Вы видели серию Южного парка про Чин Покамон? То есть, когда там японцы... Аааааааа... Авторитетные источники подлетели. Видели? Авторитетные источники серии соус-парка про Чин Покамонов. Степо, у меня хорошая серия. сговорит типа вот мы делаем мультики про чем пока мона еще у меня маленькая пиписька мы не верим что у тебя маля да 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 они делают мультики про чем пока монов в общем то да потому что у них маленькая пиписька именно поэтому кстати да это вторая причина во-первых японцы фашисты поэтому они сделали аниме во вторых у них маленькая пиписька поэтому они сделали они короче как-то так уровень аргументации почти бертана аргументация до бертана сал где-то до история философии вот где-то там такой а вот посмотрите такие пуля книгу я чего пипиську посмотрели это империзм получается все подтвердили все маленькие пиписька и и как бы это это буквально тактика японии на мировой арене начиная со второй половины двадцатого века это нет ни хуя не шутка и я я это так вижу буквально это вот причем это планомер ну я надеюсь что это шутка все-таки иначе это просто пиздец что там есть что-то интересное делается это не случайно это не там какие-то мангаки которым интересно рисовать какие-то сюжеты рисуют эти сюжеты самостоятельно да там вы придумывают себе ванпис и наруто всяких берсерков не 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 это не вот эти люди все это делают это полномерно короче производится промывка мозгов западных долбоебов конечно абсолютно звучит пиздец как правдоподобное что самое главное очень доказано что вот так сложилось и так далее это вот она государства работают конечно я уверен что это специально подготовленная тема сушить эту хуйню надо заказать моноготаре чтобы он поугарал потому что но это пиздос просто ебучий смешно это по-своему гениально хирохита правил до 89 года ну да не да да то есть там не то что династия не прервалась там как бы ну слушайте это на уровне дугину уже я считаю то есть чувак преисполнился и встал только что на ступень на ступень дугину на одну тупо сравнялся со своим учителем а может быть даже в чем ты превзошел его я надеюсь скоро у маргинала будут дебаты с котом васькой или лучше с павлом лукиным чтобы они чтобы они смогли обсудить в общем то неожиданно проблему еврейского сионистского влияния на аниме чувак даже не сместился я так маргинал считает что качество стримов и вебки никак не влияют на заработок и типа идите нахуй вот как-то так это аниме который только по японскому тв крутили делали на экспорт но там заметили вот эту тенденцию мы продолжим анги всякие рисовать и примитивные мультики японцы начали там еще в тридцатых годах это все за ну то есть они даже раньше начали рисовать на эти ли люди в куда слепы да и решили блять давайте ебанем это как вот в совке вы знаете что русский рок это проект кгб полный то полностью проект и б сто процентов вообще уверен вообще сто процентов проект кгб вообще буквально ни одного рокера это как бы ни одного рокера не было нормального который нет кгб все кгбшники ну это буквально проект кгб он буквально если император японии не правит он блять не просто правит он аниме рисует блять чтобы своих геополитических противников не спровергать а вчера мы смотрели китайское аниме это значит что главные противники в общем императора который рисует мангу купились на это говно и вот они уже жрут жрут аниме мангу и тупое говно тупого года на разрабатывался специально только он был не на экспорт нихуя а как это делалось это делал не в том что типа блять сидели гэбисты и такие блять охуенный на западе блять есть сука блять панк-рок давайте такую же хуйню и по нем нет они посмотрели какая-то гаражное говно дает квартирники и такие блять вот есть две-три группы во первых их надо устануть их надо блять объединить коллектив чтобы они общались пиздили друг у друга контент и так далее то есть главным продюсером советского рок-н-ролла было кгб интересно final fantasy тоже тоже делается императором непосредственно чтобы меня в общем но вы поняли обмануть по сути дела весь русский рок вот самый известный типа там ддт блять наутилус вот это все говно я просто мне сложно для этого посадили потому что много стоял помните еще название потому что ну типа я такой не слушаю но вот эта вся хуйня нас продюсированы комитетом госбезопасности если вы не это просто как бы паблик молодежь то есть вы может не в курсе потому что меня много детей чел да они сами это жрут да ты чё слезь таблеток чел да будете известно что в японии любителей больших любителей аниме у которых отклеена там все стены и так далее их менты ставят на карандаш то есть это вот как вот когда можно источники пожалуйста можно от реальные источники ну я не знаю давайте просто ведем слово токио 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 картинки открываем картинки токио 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 ой аниме 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 на всех огосподи я ввел токио я ввел токио и сразу же аниме какое то смотрите -ка смотрите сколько аниме вокруг там в токио давайте увеличим попробуем можно увеличить ну вот они мы анями аниме аниме ими аниме 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 блять просто зашел в токио везде вокруг блять аниме блять а я их на карандаш ставят а как так то блять везде аниме везде короче плакаты waarин рекламируется аниме без остановки. Просто в режиме, там, не знаю, 2-4 часа в сутки. А японцев, которые вышли на улицу, ставят на карандаш сразу же. Какая-то аниме тоже, скорее всего. Какая-то надпись тоже аниме, скорее всего. Слушайте. Я охуеваю. Просто все на карандаше сидят. Японцы любители посидеть на карандаше. И, блядь, самая большая проблема всех этих рассуждений заключается в том, что большая часть тайтлов, она не переводится с японского вообще. Ну, ну вот, они не переводятся. То есть, потому что вы такое читать не будете. Есть аниме, которое зашло на западе, но там One Piece, Наруто, еще какая-нибудь хуйня. Вот эту хуйню переводят. Их еще и печатают у нас непосредственно. Но такие штуки, как One Piece, там Final Fantasy, как игра, например. Некоторые манги, некоторые аниме, они действительно делаются в том числе для экспорта. Это правда. Это действительно абсолютная правда. То есть, есть аниме, которое делается ориентировочно для экспорта. Есть игры, которые для экспорта делаются. Японские. Но значительная часть японского игропрома и аниме промо, и вообще всего, ну, это внутренний рынок. Потому что там только на японском. Ну, я не буду читать на японском языке японское аниме. Или мангу, точнее. Ну, потому что, ну, ёптовую мать, я не буду учить японский ради этого. В Америке у чувака руны вытатуированы, блядь, вот по портаке, блядь, с Одином, блядь, там, Валькнут, Мюльнир, вся хуйня. В Америке тебя за эти руны менты ставят на карандаш. И если происходит какой-нибудь хейт-крайм, к тебе приходят с вопросами. Не с обыском, но с вопросами. У японцев такая же хуйня про культуру отаку. Если ты подаёшь, как бы, признаки того, что ты отаку, они тебя заносят, как бы, в список. Ты, типа, в группе риска по, там, самоубийству, групповому самоубийству, массовому, блядь. Если ты убьёшь тебя, к тебе придут менты, блядь. Они взяли тебя на карандаш. Приду к себе жаловаться. Ну какого хуя ты себя убил? Мы тебя на карандаш взяли. Сука, я сейчас сдохну с осмеком. С этой логики, блядь. Ммм. Этот человек настолько логичный, что каждое последующее высказывание логичнее предыдущего в 10 раз. Убийством, серийным убийством и так далее. Потому что в Японии, ну, во-первых, в Японии в целом есть такая тенденция, что люди, которые дрочат на аниме, они как бы маньяки, блядь. Значит, это не только в Японии так. А, значит, в Японии еще и стереотип такой есть. Что, типа, если ты смотришь аниме, то ты маньяк, блядь, педофил, как бы, и с суицидальными наклонностями. Да. Ну так в Японии, по нашим меркам, каждый мужик педофил, там, 14 лет брать, ну, можно, это как бы уже дело, че, 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 че. Извини, я пропустил. Зачем КГБ бустило эту парашу? А, ну, потому что лучше пусть молодежь занимается вот этим говном под присмотром спецслужб, чем вот она сама будет какую-то хуйню там творить, антисоветские песни какие-то орать и так далее. То есть, ну, просто было заметно, что вот этот рок-н-ролл, это, типа, перспективная какая-то срань, которая заходит малолитым бубоебом, и поэтому кубисты такие, блядь, давайте, короче, свою такую же хуйню, блядь, проспонсируем, будем просто курировать, блядь. Ну, для этого, в общем-то, госпезопасность и нужна. То есть, она вот такой хуйней и занимается, как правило. Особенно в тоталитарных государствах. Кстати, слышал про девятую статью Конституции Японии. Согласно этой идее Япония имеет право на так называемую коллективную самооборону и может использовать силу самообороны не только в случае военно-вооруженого падения на Японию, но и в случае на падение на страны, с которыми Япония поддерживает тесные связи в случае серьезной угрозы такого нападения. Ну, да, потому что ей позволили иметь армию. То есть, эффективно ей сейчас позволено иметь армию, потому что срок прошел. Вот и узнал об астракизме атаку в Японии. А ты спроси у людей, которые там жили, в принципе. Манагатаре есть в чате? Я понимаю, у анимешников жопа горит. Ну, в смысле, жопа горит, это фэнтези какой-то, только что было рассказано, походу. Вот, что они купились на японский псиоп, для которых... То есть, фишка с тем, что там плохие фоны, она уже не работает. Маргинал решил на другой уровень аргументации выйти. Японцы не смотрят аниме, окей, все. Не считают мангу и вообще ничего. Я когда выходил из подросткового возраста, ко мне постепенно приходило осознание, что Гарри Поттер говно. Было очень грустно. Есть такой, Юрий, но, видимо, ему кажется, что быть скучным и обленившимся бумером, прогоняющим примитивные и дикие мысли, это приносит... Вот. Приносит прибыль, ему пока что кажется. Как-то так. То есть, я такой, блядь... Но это просто, ну, со временем... Надо расти, блядь. То есть, ну, нельзя... Маргинал считает меня скучным шизом, а себя считает, вот, вот король, короче, сидит. Царь во дворца, царь во дворца, короче, сидит здесь, видите, рассказывает интересные вещи. По взрослому возрасте смотреть эту древнюю. То есть, ну, как бы, это конченый пиздец. Я тоже буквально недавно также откровенно словил, откровение словил касательно американской культуры на экспорт. Все эти образы из фильмов и сериалов США все не может быть так хорошо и красиво. Чел, дело не в этом. Дело в том, что фильмы, которые... Вот, аниме его лучше всего сравнить с каловыми, короче, попрофильмами, блядь, американскими, которые наводнили видеосалоны в 80-х и 90-х в совке и рэп. Как бы, вот, фильмы по типу стоили, моя мама будет стрелять, блядь. То есть, вот это все дерьмо, которое в россияне смотрели вообще не иронично нихуя. То есть, это вот реально в прайм-тайм то есть, даже хуй с ними с видеосалонами, блядь. Я помню в начале нулевых по первому каналу в прайм-тайм с анонсом передачи время, блядь, или как он там нахуй называется, с анонсом главной новостной передачи, блядь, в прайм, сука, блядь, тайм великий фильм стоили, моя мама будет стрелять, блядь, с Сильвестром Сталлоне. Это ж конченный пиздец, это вот как свиньям, нахуй, в корыто просто. Типа, это ж охуеть. Хуйный фильм. Мой любимый фильм. Силач Санта-Клаус, да. Если Каргин смотрел аниме, то он попался на удочку японцев. Ну да. Золотая малина Да, Майор Пейн и Няньки Это хоть в принципе неплохие фильмы Но как бы Американцы не видели эти фильмы Ни разу, блядь Это как бы Никто их нахуй не смотрел Это как побочное говно Которое потом было продано, блядь Как объедки нахуй Я не смотрю японские высоры Просто я пытался нагуглить отношения японских к аниме Во всех интервью, вроде обычно из виду люди Говорят, что смотрели в детстве аниме Ну да, и я в детстве тоже смотрел Так в Японии, блядь, спрашивают Еблан Ну да, я смотрел Из недавнего я смотрел Твое имя, блядь И чуть давнее я смотрел Призраков в доспехах, нахуй Окей, я анимочный теперь, чувак Там был план Так что, Маргинал думает, что у него как раз Супер развлекательный канал А развлечение заключается в том, что ему платят деньги, судя по всему Ну чё, перед смертью он вполне, видимо, ёбнулся под конец У чувака шиза теперь со всех сторон лезет Моё, как бы, соболимое и соболезнование Сейчас Не платить деньги Не платить деньги Не платить деньги Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok